Инициатор уехал, а дело его продолжает. Время, когда Василь Шейхразиев занимал пост мэра набережных Челнов, многим запомнится популяризация велосипеда. Выросли продажи в спортивных магазинах, появились пункты проката, семимильными шагами развивалась сеть велосипедных дорожек. А теперь создается целая муниципальная программа развития двухколесного движения. Так, по замыслу чиновников, к 2020 году велосипед должен стать полноценным видом общественного транспорта. Воплощение в реальность городской программы по развитию велодвижения вовсе не означает, что челнинцы должны пересесть со своих четырехколесных железных коней на двухколесных. Просто власти, бизнес и люди науки хотят сделать велопередвижение для населения по городу комфортным, удобным и, самое главное, безопасным. К реализации проекта приложит руку тандем в лице исполкома и один из челнинских вузов, чьи сотрудники будут проводить научные исследования. По результатам этих трудов сформирует банк проблем. Например, таких, как нехватка дорожек там, где они нужны, где-то непригодное их состояние, отсутствие разметки или знаков. Планируем заложить туда определенное финансирование и рассчитываем на поддержку из республиканских бюджетов. То есть этот проект связан и с туризмом, возможно, мы выйдем с инициативы на агентство по туризму с презентацией проекта. Этот вопрос и связан с Министерством транспорта, значит, возможно, и с Министерством экономики, части развития предпринимательства. При вращении велосипеда в полноценный вид транспорта убьет как минимум сразу несколько зайцев, уверены чиновники. Помимо развития инфраструктуры, еще больше дорожек и мест отдыха, это и развитие малого и среднего бизнеса. Например, по пути велосипедистам будут встречаться не только скамейки, но и точки общепита. Кстати, также разработают сами маршруты – туристические, семейные, детские. И в этом может поучаствовать каждый челнинец. Сегодня стартовал конкурс на лучший маршрут выходного дня. Первый тур – это, значит, уркомитет будет оценивать выложенные населением маршруты с включением фотографий. А второй тур – это, так скажем, самостоятельное задание для тех, кто прошел первый тур. Своим вариантом можно поделиться на сайте велочелны16.ру. Кстати, это еще и шанс выиграть денежный сертификат от спортивного магазина. Прием заявок от претендентов до 15 октября. Елена Портнова, Дмитрий Кравченко, Андрей Бусаков, РНТВ, Набережные Челны.